Друзья, в начале 90-х в моем детстве все играли мушкетеров. Практически у каждого были деревянные мячи и бесстрашие. При этом никакой техники безопасности, зато абсолютное желание научиться фехтовать. Сегодня все поменялось. Мушкетеры перешли в залы, одели средства защиты и паркают, словно бабочки. Фехтование это не только красиво и благородно, но и полезно для здоровья. Сегодня разбираем все его плюсы и минусы. Меня зовут Марат Тукатов. Поехали! Фехтование это скорость и реакция. Принять единственное верное решение спортсмен должен за доли секунды. И это при том, что человеческий глаз даже не успевает зафиксировать момент укола. В 2016 году австрийские производители энергетиков наглядно доказали, что скорость нанесения укола уступает только скорости полета пули. Фехтование это быстрые шахматы, это ловкость, это быстрота мышления, это всевозможные варианты, где просчитывается тот или иной прием в доли секунды. Современный спорт раньше считался боевым искусством. Официально фехтование берет свое начало в 13 веке. Во времена королей и рыцарей искусственно владеть шпагой считалось престижно и благородно. После появления огнестрельного оружия в воинах ценилась уже не сила, а прежде всего ловкость. В середине 16 века центром фехтования считалась Италия. Но спустя несколько лет этот статус надолго перешел к Франции. Сегодня фехтование это не только роман три мушкетера или пираты Карибского моря Джонни Деппом. Прежде всего это Олимпийские игры, буйство эмоций и многовековые традиции. Если выбил оружие, шпагу из рук соперника, бой останавливается, соперник сам поднимает шпагу, подносит сопернику, чтобы все было честно. Это благородно. У нас судейство ведется на французском языке, вся терминология французская. Поэтому мы учим французскому языку, мы учим благородство, мушкетерские традиции. Шахматы, боевые единоборства и фехтование. Именно эти виды спорта официально относят к интеллектуальным. На первый взгляд фехтование все довольно просто. Калида отбивай. Но большинству болельщиков этот вид спорта не совсем понятен. Ведь довольно сложно разглядеть в этой динамике, кто успешнее и в итоге побеждает. Чтобы разобраться в нюансах, отправимся на тренировку юниорской сборной города Алматы. Друзья, рядом со мной сейчас чемпион азиатских игр, чемпион Азии Александр Аксенов. Александр, я вас приветствую. Скажите, что подразумевает собой фехтование? Я знаю, что есть три вида. Да, у фехтования есть три вида. Это получается шпага, сабля и рапира. То есть изначально это разные виды, хотя вид спорта у нас один. Я в данный момент представляю шпагу. Фехтование культивируют в 115 странах. Из них в 115 есть шпага. И только в половине рапира и сабля. При этом не бывает фехтовальщиков-универсалов. У каждого узкая специализация. В соревнованиях на шпаге все максимально приближено к дуэли. Кто нанес удар первым, тот получает бал. Если оппоненты нанесли удар одновременно, то очки засчитываются обоим. В рапире и в сабле очень часто решает судья, кому был укол. Там имеет преимущество атака, защита, ответ. И эти моменты разбирает непосредственно судья. Поэтому очень важно, кто судит, кого судит. Давайте проясним, где плюсы основные у этого вида спорта. Фехтование – это скорость нашего вида спорта. Соответственно, здесь развивается и скорость, и ловкость. То есть, получается, физические данные, практически все тело полностью работает. В принципе, фехтование, можно сказать, на том же самом уровне, как бокс. То есть, передвижения на ногах практически у нас идентичны. Вместо того, чтобы, допустим, наносить удар, мы наносим уколы. Но, конечно, это динамичный вид спорта, очень такой интересный. Тоже нужна реакция? Да, конечно, нужна реакция обязательно, да, безусловно. Какие качества, в первую очередь, важны для вас? У каждого ребенка отдельно индивидуальные свои качества. То есть, конечно, здесь смотришь и на физические данные, и на растяжку, и на скорость, выносливость. 70% от всей нагрузки приходится на ноги, поэтому у фехтовальщиков они очень сильные. Постоянно нагружаются руки, пресс и спина. Эксперты называют фехтование отличным способом развить реакцию, повысить терпение и сделать человека более решительным. Во многом благодаря этому у фехтования огромная армия поклонников по всему миру. Очень большая популярность этого вида спорта сейчас в Соединенных Штатах. На каждом, поверьте, углу, на каждом столбе написано «требуется тренер по фехтованию». Они в 17 штатах из 51 ввели уроки фехтования вместо физкультуры. В Китае чемпионат Китая по фехтованию проходит месяц, потому что такое количество, что невозможно их вместить даже в один зал. Между балетом и фехтованием много общего. Некоторые позиции рук и ног для классического танца были заимствованы из этого боевого искусства. Дело в том, что изначально в балете танцевали исключительно мужчины, а в средние века они поголовно занимались фехтованием. Но вся эта романтика не должна вводить в заблуждение. Фехтование серьезный и порой даже опасный вид спорта, где никто и никогда не фехтует без средств защиты. Главный страх, наверное, фехтования, то, что это вопросы безопасности. Все-таки это шпага, сабля, будь то даже рапира, это все-таки холодное оружие. И какая все-таки защита есть? И всегда ли она помогает? Нет, она помогает, конечно. Но без синяков, конечно, никак, потому что дети пока не имеют колотьбу, будут синяки. Поэтому, ну, у нас экипировка, например, вот идет, келаровая специальная ткань, которая сделана специально для, скажем, наших органов безопасности. Имеется в виду бронежилеты из этой ткани делают. То есть маски тоже у нас. То есть главное, глаза защищены, голова защищена? Да, все тело защищено полностью, да. То есть бояться не защищены? У девочек жесткость и специальность для того, чтобы не пробили грудь. Да, все это есть. Микоробка состоит из маски, куртки, набочника, штанов, ветра и специальной кроссовки. Шпага состоит из наконечника, клинка, гарды, прокладки, тройника и пистолета. Фехтовальщики традиционно носят светлую форму. Это связано с тем, что до изобретения электронной системы подсчета очков на кончик шпаги цепляли кусок ткани, пропитанной в чернилах. На белой форме такой укол сразу же оставлял след. Современное фехтование уже невозможно представить без технологии. Как происходит укол? В наконечнике есть два проводка. Они при уколе, вот этот ёршик нажимается на наконечник и замыкается два проводка. И поэтому идет укол на аппарат. Вот так. В 2018 году 73-летняя алматинка Ляля Сыгпаева стала чемпионкой Азии по фехтованию среди ветеранов. То есть сегодня этот вид спорта доступен всем желающим. При этом появляются новые виды фехтования. Например, такие как сабрфайтинг. Это бой на световых мечах. Конечно, больше для забавы, но чем не «Звездные войны». В плане массовости фехтования, есть ли потребность его развивать для любителей? Безусловно, я считаю, что это очень здорово. Бывает, приводит ребенка, родители сами заинтересованы, сами остаются и сами занимаются. Это такой благородный вид спорта очень хороший. За годы независимости спортсмены из Казахстана вышли на лидирующие позиции в Азии. В 2018 году один из лидеров сборной, Дмитрий Александр, стал первым на континентальном первенстве, в финале одолев олимпийского чемпиона из Южной Кореи. По словам экспертов, после той победы в секциях фехтования страны наметился бомб. Маленьких детей не берем, потому что это все-таки тяжелое оружие. Его надо хотя бы на вытянутой руке продержать 5 минут для боя. Поэтому оптимальный вариант, это еще в советских времен, он пошел с 10 лет. Пусть занимаются плаванием, тейквондо, пусть почувствуют дистанцию, а потом уже приходят к нам подготовленные для того, чтобы освоить такой вид спорта, как фехтование. Подведем итог. Фехтование – это отличный способ быстро прокачать свои тактические навыки, скорость принятия решений и осознанность, а заодно бицепсы, квадрицепсы и выносливость. В этом виде спорта нет разделения на вес, рост и возраст, а все правила можно усвоить за один урок. Большинство секций готовы предоставить амуницию в аренду, поэтому стать мушкетером и окунуться во времена дуэлей сегодня может каждый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...